Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители, радиослушатели. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссёры Мария Сунхалырова и Николай Слепцов-Айдын. А в нашей студии люди-герои, не побоюсь этого слова, те люди, которые помогают участникам срочной военной операции и помощи-то многогранно-многолико. Сегодня мы будем говорить именно о такой помощи волонтёрской. Я спешу представить своих гостей. Рядом со мной Ольга Голдобина, отличник культуры Республики Саха-Якутия, участник и организатор волонтёрских мероприятий по оказанию помощи и поддержке участников срочной военной операции. Участница проекта «Якутск. Сегодня» с ведущей, но сегодня Ольга в качестве гостя. Хотя я привыкла уже видеть вас в качестве ведущей. Добрый день, Светлана. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Марьяна Кузьмина, участник волонтёрского общественного движения «Боевые шелкопряды Якутии». Марьяна, здравствуйте. Добрый день. И Антонина Титова, организатор движения «Волонтёры Саха». Антонина, здравствуйте. Здравствуйте. Большое вам спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я очень рада видеть каждую из вас. И, наверное, мой первый вопрос, с чего всё началось? Когда вы решили, что вы готовы этим заняться? Почему вы так решили? Я спрашиваю это и как журналист, и как человек, потому что я, допустим, вот в этой теме абсолютно безучастна. Я вот как-то так, моя хатка с краю. Я неактивна. И я понимаю, что это стоит и внимания, и труда, и огромных сил. В какой момент вы решили, что вы будете этим заниматься? С чего всё началось? Ну, что касается меня лично, когда произошло такое вот действие, действие, что говорится в виде СВО, я очень долго думала, чем я могу быть полезна, чем я могу вообще помочь. И тут вот в июне прошлого года, 22-го года, ко мне приезжает в гости приятельница. Она живёт в Краснодаре. И она рассказывает, как они в госпиталях помогают медсёстрам и санитарочкам ухаживать за ранеными. Июнь 22-го года. И я тут же предложила ей помощь. Я говорю, что мы можем сделать? Вот чем я могу помочь? Я могу только от своей зарплаты там где-то вот ещё какие-то деньги подзаработать и отправить деньги, чтобы вы там купили фрукты, какие-то вкусняшки. Я понимаю, что в госпиталях кормят, как положено, но вкусненького всегда не хватает. А раненому человеку же издалека. Вот на экранах наша замечательная звёздочка Евгения Николаевна Будённая. Вот на этой футболочке Вагнера ей вот сделали такой подарок и написали «Матушка Вагнеров». Такая умничка. И вот я очень благодарна этому человеку, что она вот приехала, мне рассказала. И с июня 22-го года мы начали с ней активную работу. Я стала проводить аукционы, стала разговаривать с друзьями. Друзей у меня много и в России, и в Киргизии даже есть друзья. Всем, кому вот всем пишу, со всеми разговариваю. Собираем деньги, отправляем деньги в госпиталя теперь и Краснодара, и Анапы, Ростов, Москва. А там уже вот в Москву побольше отправляем, потому что там у нас есть в нашем представительстве Саха-волонтёры, руководитель Митуяра Николаевна Константинова. Вот, и она уже распределяет по госпиталям, происходит по России. И создано очень большое волонтёрское движение. И я очень рада, что я нахожусь вот среди этих людей. И каждый месяц я делаю какую-то работу, стараюсь быть полезной, стараюсь помочь. И, естественно, хочется об этом рассказывать, говорить, давайте вместе нашим мужьям, сыновьям, братьям, давайте поможем. Цель нашего эфира именно такая. Те люди, которые хотят присоединиться к вашему движению, хотят помочь в этой теме, они теперь будут знать, куда им приходить, с кем держать связь, куда позвонить. У нас есть телефон 8-915-466-5226, по которому можно позвонить, да, и тогда расскажут, или спросят, чем вы можете помочь, да, или расскажут, как помочь. Я знаю, что вы вещи покупали. Да. На сбор вот с аукционных денег ездили сами, покупали вещи для бойцов и отправляли. Да, мы отправляли, на Рженкидзе 10 всё привозили, но там такой большой склад, там так много работы людям. Потом, честно говоря, я человек бизнеса, экономист всё-таки, я посчитала и поняла, что там покупать удобнее и выгоднее. Там на те деньги, которые мы потравили здесь, купить можно больше, но там же ещё можно купить то, что в первую очередь необходимо. То есть они вот сейчас что делают, например, та же Евгения Николаевна Будённая, да, она что делает? Вот они берут список с госпиталя, что ребятам необходимо, чего бы они хотели, чтобы их порадовало, чего обычно не хватает? Сигарет, сахара, шоколада. А это очень надо на самом деле, это важно. И вот с этой точки зрения я стала больше всё-таки стараться работать финансово, скажем так, да. На Рженкидзе 10 поступает и так много всего. И у нас очень много разных уровней вот этой вот работы, не я же одна. Вся республика этим занимается. Собирают рыбу, мясо. Ну вот Антонина Степановна, она всё-таки побольше об этом расскажет. Девочки вот в сети плетут, молодцы. То есть направлений очень много. Моя цель – заработать, отправить, чтобы они им купили вкусненького, тёпленького, что они хотят. И чтобы вот эта минутка радости была у них каждый день. Вот это моя задача. Спасибо. Вот шелкопряды Якутии. Расскажите бы и вы шелкопряды Якутии о том, что делаете вы. Вы же плетёте, да, плетёте вот эти сети. Я даже не представляю, видела фотографии, даже не представляю, как это всё, насколько это сложено, какая-то ювелирная работа абсолютно. У нас всех троих, наверное, объединяет всё-таки Лига Женщин, да. Как я вступила в волонтёрскую организацию «Боевые шелкопряды Якутии». Мы в апреле месяце, Антонина Степановна, проводили как раз… Это не первый акцион был, а акционы проводили, в которых Лига Женщин. Мы и собранных денег, ярмарка, гаражная распродажа, и мы помогали госпиталям. Мы отправляли помощь материальную, и как бы это самое собирали, проводили ярмарки. И вот после этого аукциона, после этой гаражной распродажи, мне пришло по WhatsApp сообщение вступить в группу. Направили, отправили мне это объявление. Я вступила, и первое время, первые несколько дней, конечно, смотрела, потом решила пойти туда и посмотреть, что же там делают. Оказалось, это было в апреле 1923 года. И вот с апреля 1923 года по сей день я оказалась в «Боевых шелкопрядах Якутии». Это общественные движения, которые были организованы в феврале 1923 года, в этом году, Мариной Васильевой. Она тоже волонтер, в Санкт-Петербурге была, в госпиталях, и познакомилась с этим движением в Санкт-Петербурге. И организовала такой филиал. Как раз ваша команда. Наша команда, да, организовала такой филиал в Якутске. И вот мы находимся на библиотеке имени Пушкина, или как национальная сейчас она называется, на четвертом этаже, и на Дзержинске 62. Это здание бывшего детского сада. И в нашем движении около 150 человек. Это в основном пенсионеры, люди, которые, ну вот, и работающие, конечно, есть те, которые приходят к нам в движение. Люди в свободное время, выходные, воскресенье, плести, сети. И также у нас есть филиалы. Филиалы у нас есть, ну, помимо города Якутска, в Алдании есть, в Нюрбе и в других, ну, вот в Улусах. Да, вчера Пчеткился. Также недавно у нас открылся филиал в санатории Бесчегда. И, ну, мы плетем сети маскировочные. И за это время, вот, да, с февраля, да, можно сказать, что, ну, как бы, сплетено около двух тысяч сетей. Да. И с ежемесячно, вот, мы собираемся, как бы, а, и к нам поступает сейчас очень много заказов. И заказывают на технику индивидуальные. И, помимо этого, мы выполняем, как бы, заказы поступают. И к нам приходят, ну, отпускники и бойцы, ну, которые приходят в отпуск и приходят за индивидуальными сетями. И мы, конечно, не можем никому отказать. Мы даем им индивидуальные сети и нашлемники. И то есть каждый, и в каждом таком вот, ну, скажем, индивидуальной сети с нашлемником мы кладем обереги, молитвы и рисунки письма от детей. И вот хотелось бы об оберегах сказать, да, вот в этом, ну, недавно мы, я говорила, открыли филиал Бесчек-Де. И там как раз были, проходили реабилитацию наши ребята, которые, ну, вот, находятся в отпуске и после операции. И был один случай, один из ребят был, ну, в бою ранен тяжело, и во время этого ранения он получил, он потерял, был контужен и потерял свой оберег серебряный. И он с таким, это, горечью рассказывал, ну, как бы об этом обереге, что вот у него оберег был, он, ну, как бы, с самого начала операции был. И вот он все это время оберегал, говорит, и вот я теперь во время, ну, боя последнего, вот когда его ранило, он потерял и говорит, я сейчас после реабилитации обратно возвращаюсь, да. И, ну, конечно, настроение у него было совсем, как бы, подавленное, и говорит, ну, у меня сейчас этого оберега нет, а он меня так всегда выручал, ну, помогал, да. И вот тут же мы решили, как бы, тоже, ну, женщины, которые были со мной отдыхающие, да, быстро переговорили и решили подарить ему серебряный оберег. И на следующий день утром буквально Антонина Степановна, вот, да, она была в Якутске, и я, значит, Зоню заховала анчора в Москве, и Антонине Степановне, Антонине Степановне срочно нужен оберег, ну, вот, такой-то, такой-то мужской, серебряный. Антонина Степановна, значит, здесь по городу тоже быстро ищет все. И также кличкинули в Москве, и земляки, земляки, которые находятся в Москве, и нам удалось в течение трех часов Якутск, Москва, и уже найден был оберег, и в Якутске, кстати, точно такой же нашли, но Москва была ближе, и поэтому мы остановились на Москве, и к вечеру на следующий день мы ему вручали этот оберег, и вы представляете, как он был тронут, он даже не ожидал такого, что у него, ну, появится еще такой вот оберег, и он даже, он когда рассказывал, он уже рассказывал просто о случае, как бы, это самое, ну, вот, такое вот, наверное, бывает, и вот эти обереги, которые мы, письма обереги, они очень хранят, и там вот были ребята, которые тоже, ну, рассказывали, показывали, говорили, да, ну, вот так вот, и в нашем движении, в маскировочных сетях, да, конечно, ну, приходят люди, как бы, работают у нас, действительно, наши волонтеры, очень такие женщины, как, скажем, трудятся, как на работу целыми днями, приходят с утра и до вечера работают, да, ну, как бы, это самое... А сколько времени, чтобы вот сеть, там, максимально же какой-то есть размер, сколько нужно времени, чтобы сплести? Для того, чтобы сплести одну сеть, ну, вот, как бы... На технику, да, да, ну, на технику, это вот, ну, как бы, мы сьем индивидуальные сети, это 2 метра, 2 на 100 и метр, ну, там, 800, ну, вот, как бы, 80, то есть, ага. И индивидуальные сети плетём, потом мы их соединяем, и получается, если на одну большую технику, это 6 и 6... 18 сетей надо индивидуальных. И вот 18 сетей, значит, и связываем мы их, там, кстати, была фотография, где вот, ну, на полурастилина связана, да, и получается вот такое вот... А сколько времени надо, чтобы вот это вот связать? Одну сеть, ну, вот, одну индивидуальную сеть, чтобы связать, да, ну, вот, например, приходят к нам, не могут за день связать, но это, конечно, не один человек, а несколько человек, и это... Ну, для того, чтобы свести сети, нужно, во-первых, материал нужен, ткани специальные, которые мы заказываем в Санкт-Петербурге, и, ну, сети нужны, сети тоже мы заказываем, ну, тоже за пределами республики. И, конечно, ну, вот... А деньги где на это? А деньги на это вот мы находим, как бы, сами... Ну, спонсоры бывают, конечно, помогают, но в основном мы исходим, нам помогают люди добрые, да, и у нас, как бы, и те волонтеры, которые в нашем движении, они, вот, ежемесячно вносят свою лепту, как бы, это самое, как вот прям, это, обязательно вносят... Какой-то обязательный взнос? Ну, нет, мы, конечно, не обязываем никакого, просто каждый человек в души, да, он считает, что... Обязательный для человека? Да, обязательный для человека, каждый человек считает, что вот он должен помочь. У нас вот недавно было 90 лет, вот, понедельник, Карбасова Елизавета Петровна, пенсионерка, да, 90 лет. И она тоже волонтер. Она, ну, вот, она как раз тоже ежемесячно вкладывает, носит деньги. Такие вот, да, и мы призываем, да, если вот такие желающие, мы ждём помощи. И как раз вот, Антонина, наверное, к вам вопрос, да, вот если люди сейчас заинтересуются, да, кто-то захочет примкнуть к вашему движению, он может позвонить по телефону 8 915 466 5226 и либо предложить помощь, либо узнать, какая помощь нужна. А может быть, мы сразу сейчас расскажем сейчас, на сегодня, какая помощь нужна и что уже сделано, потому что вы делаете действительно очень много. Вот этот номер телефона, который сейчас Светлана озвучила, это номер телефона колл-центра волонтёры САХА. И по этому номеру телефона обращаются люди, которым нужна помощь. Дело в том, что вот, я хочу сказать, что то, что делает Марьяна Алексеевна, да, вот, вы вышел Каприады Якутии, это, вы знаете, люди, которые делают очень большое, большое, очень важное, очень нужное дело, потому что лично я видела очень много отзывов с зоны СВО, когда наши земляки, которые получали эти сети, благодарили за них, боевых шелкопрядов. Это действительно очень важно и очень нужно. И если говорить о общественном добровольческом движении «Волонтёры САХА», то наше движение, оно официально как бы так озвучено было в октябре 2022 года, хотя само как бы вот начало, оно вот всё началось где-то в августе, когда Туяре Николаевне, нашей подруге, она тоже из лиги женщин города Якутска, то есть мы все общественницы очень давно, и, конечно, очень давно являемся волонтёрами, но в связи вот со специальной военной операцией, конечно, мы свои усилия, ну, вообще, своё время, свои усилия направили именно в первую очередь на помощь и поддержку наших земляков, которые находятся и в зоне СВО, и тех, кто проходит лечение в госпиталях Министерства обороны. И я хочу сказать, что на самом деле помочь может каждый. Это лозунг волонтёров САХА «Помочь может каждый». У нас сейчас даже есть направление, работы такое, волонтёры САХА «Дети». Наши дети пишут письма для наших земляков и для тех, кто в зоне СВО, и для тех, кто проходит лечение в госпиталях. Наши дети тоже создают обереги. Но, знаете, я вот просто, я сама педагог, поэтому я считаю, что это направление работы, оно очень важное. Вы про подростковый центр говорите, о котором вы педагог. А что дети пишут в этих письмах? Как они вообще, вот они же пишут не конкретно какому-то человеку, они пишут, в общем-то, просто солдату. Они пишут, дорогой боец, дорогой солдат. Очень трогательные письма. Настолько, что я вот иногда, вот мне Марьяна Алексеевна читала письма ребят, вот просто по телефону, когда мы общались, это, вы знаете, мне до слёз. Девочка пишет, что у неё в этой четверти какие-то не очень оценки, но она ему обещает, нашему защитнику, что она свои тройки обязательно в следующей четверти исправит. Они прям сами садятся и это пишут, им никто не подсказывает ничего. Нет. Вот такие письма, ну, я, например, мы всё равно на эту тему говорим. И я удивляюсь, насколько дети восприимчивы, насколько они соучастны. Вот я, например, проводила в 21-й школе, а у них на фасаде есть мурал, на котором изображен экипаж, экипаж вот этого знаменитого танка «Алёша». Очень, кстати, красивый, кто не видел, можно посмотреть. Вообще очень красиво, очень хорошо нарисовано. Но вот для ребят, я говорю, вы знаете, вот об этих людях что-то. И вот, вы знаете, когда мы начали на эту тему говорить и говорить о том, что один из наших земляков был в этом экипаже, но он был ранен и не участвовал в этом бою, дети так переживали из-за этого нашего бойца. Всё время спрашивали, как он себя чувствует, вот этот раненый, который, знаете, да. Прервёмся буквально мы на четыре короткие минуты. Дорогие гости, дорогие слушатели и зрители. И после рекламы мы продолжим говорить о волонтёрском движении и о помощи волонтёров. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем говорить про волонтёрскую помощь участникам СВО и в нашей студии волонтёры САХА. Ольга Голдобина, Марьяна Кузьмина, Антонина Титова. Конечно, мы ещё вернёмся к физической помощи. Ещё раз напомним телефон и расскажем, какая помощь нужна в преддверии Нового года в том числе. Но я бы хотела сделать небольшой акцент всё-таки на ещё патриотической такой теме, да, и на том, что помощь бывает не только физической, но и для поднятия, для поддержки духа бойцов. И, конечно, здесь нельзя обойти вниманием вот эту вот какую-то творческую, да, вот такой вот творческий момент. И я хочу, конечно, дать слово Ольге. Я сегодня кое-как Ольгу просила надеть её награды, потому что Ольга является, её наградили, вас наградили, Ольга, первым и единственным орденом в республике, медалью. Орден будет, значит, вот у меня всегда так я оговорюсь, а потом вот прям сбывается, ещё орден будет. Медалью, которая называется «Своих не бросаем», это медаль за активную гражданскую позицию. Российская, да, это вообще. Российская награда. И это как-то вот как-то выстроилось, и перед этим было ваше выступление в Кремле с патриотичной песней, которую вы сами написали. То есть какой-то год удивительно, да, такой вот у вас активный действительно. Год такой масштабный, да. Да, и, конечно же, я хочу дать вам слово относительно вашего творческого такого лепцы. Я как воспитанный человек должна ответить «Спасибо большое, Светлана, за вопрос». Спасибо, что вы сегодня пришли, я очень рада, что вы пришли. Я думаю, что вот такие награды нужно показывать и надевать всё-таки, я считаю так. Ну, у меня это больше висит в шкафу, я стараюсь, как бы, чтобы люди меньше об этом знали. Но мне приятно, почему? Потому что те песни, которые я написала, вот, ещё в тексте написаны все в 2019 году, песня, о которой вы сказали «Пусть солнце улыбается всегда», которая прозвучала 21 мая в Кремле, в концерте «Славься Отечество». Мы этой песней с заслуженным артистом России Алексеем Хватским закрывали концерт, об этом был ролик. Вот сейчас на экранах вы видите, 9 мая я была приглашена в московский дом культуры, московское долголетие, я выступала, там было зал небольшой, 200 человек, 70 из них – это участники Великой Отечественной войны. 70 человек. И вот мы, была большая агитбригада, большая концертная программа, и гостем программы была я, гость из Якутии. Это было очень прекрасно, и, честно говоря, я не задумываясь полетела в Москву и приняла участие в этом концерте с песней «Пусть солнце улыбается всегда», которую 21-м мы с Алексеем Хватским спели в Кремле. Ну, эту песню я написала в 19-м году, и в результате, вот, в 23-м году она прозвучала в Москве, и сейчас эта песня вот шагает по стране, мне это очень приятно, не просто как автору, а просто вот как человеку, потому что в ней глубокие слова. Самое главное – «Пусть солнце улыбается всегда». Для меня сегодня открытие, что песня была написана заранее до. – Заранее до. – Такой долгий путь вообще, как бы и заранее до всего случившегося. – Ну, по большому счёту, я в душе человек, вот, мне кажется, воин. Не могу спорить. Вот. И поэтому… – Ну, я бы сказала, скромный воин такой, который написал замечательную песню в 19-м году, и сама пела, но в какой-то момент мы проявили инициативу. – Лига женщин в лице Антонина Степана. – Напомните, мы пели, да? – Да, и сказала, мы будем эту песню петь Лигой. И мы эту песню спели, вышел клип такой, наш внутренний. – Ну, видео, монтаж мы сделали, сделали его именно в интернете у нас. – Столько голосов, получается, да, пели, пели, и запили до Кремля. – Да, 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 есть. – Ну, до этого, конечно, почему я говорю, скромный воин, да, хотя у Оли, конечно, характер очень такой боевой, но при этом человек очень скромный. Я кое-как её уговорила позволить, разрешить нам спеть, нам это, педагогам и детям детского подросткового центра, в 20-м году в рамках реализации проекта «У войны не женское лицо», и мы эту песню с разрешением Оли, мы эту песню спели. – У нас ведь даже есть видео, да, из Кремля, и, может быть, наши режиссёры покажут, и мы можем кусочек посмотреть, да? – Если получится. – Если получится, если не получится, значит, нет. – Да, потому что… – Продолжим тогда, значит, наш разговор. И, конечно же, ещё, Ольга, вы занимаетесь воспитанием, патриотическое воспитание подрастающего поколения, потому что на ваших мероприятиях постоянно присутствуют дети. И меня лично и как человека, и как журналиста восхищает, насколько легко вы с ними общаетесь. Я, например, немного впадаю в ступор, когда дети, подростки, потому что как-то сложновато с ними, да, ну, всё-таки, не знаю, мне кажется, непросто другое поколение. А вы как будто с ними вот так на одной волне как-то находите… – Я очень люблю детей. И на самом деле, вот я недавно буквально написала гимн школы, 21-й школы, потрясающий гимн, и вот, извините, что так хвалю эту песню, потому что, когда слушаешь, даже не понимаешь, что это сделал ты. – Хорошо, что вы это сказали, потому что в эфире вы ведь были вместе с учениками и преподавателями этой школы. – Совершенно верно. – Они так засмущались и как-то тоже поскромничали, видимо, заранее не… – Они не знали, можно говорить или нет, кто написал гимн. – Да, и как-то это немножко повисло, поэтому хорошо, что сказали. – Да, но я вот особую гордость у меня сейчас вызывают, вышли у меня две новые песни. Алексей Хватский тоже их исполняет в Москве. Песня «Обращение к женщине» тоже текст был написан в 19-м году. И песня «Знамён у стен Кремля». Эта песня вот написана этой весной. У нас в городе Якутске эту песню, вот песню «Знамён у стен Кремля» исполняет Олег Золотарёв, а песню «Обращение к женщине» исполняет трио. Леонид Анциферов, Алексей Солдатов и Пётр Попов. Это вокалисты нашей Якутской филармонии. Прекрасные, голоса чудесные. К сожалению, вот у меня не получилось мало времени у нас, чтобы эти песни были, вы смогли прослушать. Ну, я надеюсь, что Светлана пригласит меня на радиоэфир. И мы в радиоэфире дадим людям послушать эти песни. Пусть это будет мой подарок нашим дорогим друзьям. Горожанам, жителям республики. Да, да, вот всем, кто за кадром, новогодний подарок, вот эти вот две замечательные песни. Песни очень мощные, очень патриотичные. Это песни-призыв любить, верить, гордиться, отстаивать. Ну, я считаю, что это вот, если это дано, то это должно быть. Ну, возможно, для наших радиослушателей режиссёры после нашего эфира поставят какую-то песню в вашем исполнении. У нас есть в нашем архиве, да. И, конечно же, смотришь, когда на таких женщин, как вы, абсолютно есть ощущение того, что мир держится на женских плечах. Мы победим, да. Ну, у нас, в принципе, можно в студии что-то исполнить, может быть. Давайте, может быть, в студии у нас время есть. Попробуем. Да, может быть, тогда в студии песня, и потом ещё немножечко что-то говорим. В студии, дорогие друзья, я бы хотела исполнить песню, посвящённую матери. Вот буквально недавно у нас был День Матери Республики. Вот заканчивается ноябрь Днём Матери Российской Федерации. Уважаемые мамочки, дорогие наши женщины, я хочу вас всех поздравить. Мы хотим, наверное, ничего, что я... Конечно, конечно. Мы хотим вас всех поздравить. Терпение вам, любви, мудрости, здоровья. Пусть каждый день для вас всегда будет солнечным. И неважно, туман в это время или дождь. Пусть у вас всегда в душе будет весна. Тем более, что вы все тоже мамы. Тогда мы попросим нашего режиссёра, да, и послушаем песню. Мамы якобы. Субтитры подогнал «Симон»! В мире много долин, но такая одна. Долиной Туймада зовётся она. В мире много дорог, но такая одна. В дом женщины Куцка ведёт она. Здесь тепло и уют, здесь творят чудеса. Здесь любят и ждут, здесь детей и голоса. И весь этот мир пусть хранят в небесах. Мирного неба над головой, Ясного солнца над всею землёй. Счастья людям планеты большой Желают мамы якутской земли. Пусть годы летят и летят журавли, Пусть дети растут завтра нашей земли, Пусть время невластно надо мной и тобой, И женщина будет всегда молодой. Женщин много вокруг, но такие одни. Мир любви и добра ведут нас они. Мир заботы, тепла всем нам дарят они. Надеждой и верой глядят в глаза твои. Истин много вокруг, но такая одна. Маленьким сердцем зовётся она. Много в мире дорог, но такая одна. В дом женщины якутской ведёт она. Мирного неба над головой, Ясного солнца над всею землёй. Счастья людям планеты большой Желают мамы якутской земли. Пусть годы летят и летят журавли, Пусть дети растут завтра нашей земли, Пусть время невластно надо мной и тобой, И женщина будет всегда молодой. Мирного неба над головой, Ясного солнца над всею землёй. Счастья людям планеты большой Желают мамы якутской земли. Пусть годы летят и летят журавли, Пусть дети растут завтра нашей земли, Пусть время невластно надо мной и тобой, Пусть женщина будет всегда молодой, Пусть годы летят и летят журавли, Пусть дети растут завтра нашей земли, Пусть время невластно надо мной и тобой, И женщина будет всегда молодой. Аплодисменты наши, Ольга, спасибо большое за вашу песню, за исполнение. Отличные фотографии, наши тюстеры сделали хороший такой видеоряд, мне очень понравилось. И я знаю, что ваши песни, вы знаете, вам сказали, очень хорошо восприняли и участники срочной военной операции. Та же самая наша замечательная, потрясающая. Человек, который меня пригласил вот в эту работу, с кого всё началось, Евгения Николаевна Будённая, потрясающая моя. Все свои песни, в первую очередь, я посылаю ей. И она даёт их слушать нашим воинам в госпиталях. Куда бы она ни пришла, она спрашивает. Вот. А вы слышали песню Голдобины? Нет. Включают. А вы слышали песню Голдобины? Да. Ну тогда, нет-нет-нет, давайте ещё раз. Это её слова, не мои. Ну, мало того, что она им опять же приносит, говорит, вот подарки от Ольги Владиславовны Голдобиной. Я там ей отправляю по возможности средства. Она покупает подарки, несёт им. И ребята вот слушают мои песни. У многих уже лично в телефонах, ну, буквально вот папки моих песен, какие у меня есть, вот, и люди с этим вот живут. Мне очень приятно. Просто, правда, это настолько... Не важно вообще, что у тебя в кармане, там, как ты вообще, как тебе относятся остальные. И важно то, как человек, способный отдать за тебя свою жизнь, воспринимает то, что ты ему даёшь. Вот для меня вот это важно. И поэтому, звезда моя, Будёна Евгения Николаевна, низкий поклон тебе за то, что ты дала мне возможность найти себя и быть полезной людям в данной ситуации. Я тебя обожаю. Спасибо тебе. Вот какая поддержка для наших бойцов. И я знаю даже вот из первых уст историю, когда наши бойцы лежат вот из республики Саха в госпитале, да, и даже персонал говорит, ой, лучшего вы дольше не выписывайтесь, потому что такая поддержка. То придёт шаман, пока млает, да, то на хамусе придут, сыграют, то принесут рыбу, то, значит, печи молоко вот это вот наше приносят, да, и персоналу, и самому бойцу, и бойцы из других регионов говорят, ой, ничего себе, что это так хорошо тебя поддерживает, а нас, мол, так похуже. Прям даже знаю настоящие такие истории. Также, Антонина, у вас очень много историй, когда из Якутии, да, волонтёры отправляют туда продукты в городах, где наши бойцы в госпиталях находятся, и там всё готовят и приносят туда. И, возможно, такая помощь нужна, чтобы мы ещё рассказали о преддверии Нового года. Да, вот, знаете, со всех улусов, да, со всех улусов. Я вот хочу рассказать историю, ветераны, женщины, собирали по кусочку, ну, небольшие кусочки мяса и собрали целый мешок и отправили. Понимаете, вот призыв помочь может каждый, это вот абсолютно об этом, когда жители республики помогают кто чем может. Кто-то отправляет караси, кто-то отправляет зелёный лук летом собирали, отправляли. Ягоду собирали, отправляли специально для наших раненых. И, конечно, вот наши ребята, их отзывы о том, что кормят, ну, как в больницах, ну, как положено всё. Но именно вкус своего мяса, да, родной, из, с родины, вкус карасей якутских, это совсем другое. Поэтому в преддверии Нового года, конечно, мы хотим обратиться ко всем жителям республики. Звоните 8-915-466-5226, вам подскажут, как вы можете поучаствовать, как вы можете помочь нашим землякам. А я хочу дополнить. Если нет возможности, напишите письмо, подпишите открыточку, отправьте. И вы уже молодцы, вы уже потрясающие люди. А я утешусь тем, что я сегодня пригласила в эфир таких замечательных женщин, настоящих героев, волонтёров Саха в нашем городе, в Якутске. Огромное вам спасибо за то, что пришли сегодня. Нашим слушателям и зрителям большое спасибо за внимание. И звоните по телефону. Будут ждать ваших звонков. Спасибо. Спасибо.